Мы снова в эфире. У нас в гостях героиня сегодняшнего тура Марина Гусева. Марина, с победой. Спасибо большое. Ну, как ты сегодня выжила в этой битве? Потому что, конечно, партия у тебя такая сложная. Я ничего не мог понять. Такие осложнения жуткие. Ну, на самом деле, я была готова, потому что Валя очень сильная шахматистка и играет в очень боевые шахматы, поэтому отсушить с ней никак не получится. Или даже спокойную игру. То есть я с ней очень много лет играла и много-много партий, увы, с катастрофическим для меня счетом. Буквально полтора месяца назад у нас была на высшей лиге. Как бы партия тоже играла черными, но там в дебюте немножко кое-что не повторила и, в общем, легла с дебюта. А в этот раз я как бы решила по максимуму все повторить. Вот. Ну, на Д4 я этот ход как бы ожидала. Д5, С4, С6. Кунь Ф3, Кунь Ф6. Это все тоже как бы для меня ожидалось. Кунь С3. И мне показалось, что Валя была, ну, немножко удивлена моим выбором. Серьезно? Ну, потому что, на самом деле, это немного старый вариант. Я очень много в последнее время хожу к Кунь Ф6 и вообще расширила свой дебютный репертуар. А, то есть она, возможно, готовилась к чему-то другому. Да, я изначально вчера вечером, я думала, что я буду играть то, к чему она, наверное, готовилась. Больше, чем вот к этому. Но сегодня утром я решила играть все свое старье. Единственное, я думала, что она другие варианты немножко выйдет. Ну, давай. Кунь БТ-7, Ферзи, С2. Но это все стандарт. Алексея Дреева, да? Алексей Дреев. Да, это все готовил. У меня Алексей Дреев еще. Б6, то есть это все мои варианты. Но здесь последовал ход Б3, он достаточно редкий. Вот. И другие там основные варианты. Ну, Сунбэ-7, Сунбэ-2, Сунбэ-6. Ну, так как Б3, Сунбэ-2 сыгран, то я Сунбэ-6 спокойно ставлю. Здесь пошла Ферзи-7, Аш-3. Здесь я, честно говоря, потеряла, наверное, минут 25 времени, потому что ход Аш-3, он, конечно, такой своеобразный. Вообще, я так понимаю, что здесь играется скорее, ну, я так думала, рокировка. Угу. Вот. Ну, а дальше, наверное, черная маркировка. Угу. Вот. И, может быть, как-то, ну, ладья, не знаю, может быть, ладья Д1. Ну, на Е4... Ну, это стандартная ситуация, да? Белые не должны, на самом деле, торопиться-то играть с ходом Аш-3. Не знаю, может быть, Вале Е5 не надо... Я не знаю, с чем связан ход Аш-3, но какие-то, наверное, лежали у нее, были какие-то основания, да? Ну, в любом случае, для тебя это новые позиции уже, да? Ну, ход... Ну, как бы сама позиция под своим свойствием, она для меня стандартная. Вот. Но ход Аш-3, конечно, меня слегка озадачил. И я как раз думала, что делать, потому что хочется воспользоваться, потому что вроде как рокировку не сделали. И тут я думала между ход 2-0, но ход Аш-6, я считаю, тухловатый, потому что... Ну, не тухловатый, но как бы нормальный. Просто дело в том, что после... В каких-то вариантах, потом после СДЕ до коня Аш-4, конь идет на Е5, поэтому я, скорее всего, буду G6 ходить. Конечно, Аш-6. Поэтому ход Аш-6 как бы не хочется ходить. Вот. Основная для меня была проблема. Вот 2-0, я очень долго считала ход G4, на самом деле. Вот. Я очень много убила времени на этот ход. А я думал, что ж такое-то, G4. Да. Потому что совершенно, честно говоря, такая позиция в стиле, ну, как бы, то, что Валя может сделать. Я смотрела такие варианты, типа D5, вот. И, не знаю, ED, может быть, вообще сразу же 5. Трудно, в общем-то, трудно все понять. Но я решила, что у меня, в принципе, должно, скорее всего, все должно быть в порядке. Сыграла 2-0, давай вот по основной витке. Ага, 2-0. Ну, просто с девочками. Так, да, вот я пошла 2-0. Вот. Но здесь, к моему удивлению, Валя, видимо, ход G4 вообще не смотрела. Она как-то пошла 2-0. Вот. И я поняла, что 25 минут я, ну, как бы, потратила немножко, может быть, зря. Ну, на самом деле, ну, да, это основное то, что я боялась. Но, с другой стороны, здесь я зато мгновенно уже ответила C5. А надо играть именно C5 в этих позициях, не E5? Ну, конкретно здесь, ну, я ориентируюсь на ход C5, честно говоря. А, понятно. Я просто увидел ход H3, мне показалось очень неплохо, если бы черный ферз на E5 оказался. Ну, ладно, это... Ну, это да, но дело в том, что окажется ли он там или нет, непонятно, потому что... Ну, да, да, белые могут не брать конем. Здесь же проблема в том, что вот где-то после C, да, там может быть слон, то есть я хочу вскрыть этого слона. Да, я понял, да. В любом случае. Ну, хорошо, раз ты ориентируешься, значит, давай так и надо играть. Да, поэтому я ответила C5. Ага, вот C5, давай, все, дальше. Ну, вот возникли эти, как будто висячки. Ну, да, здесь... Но на C5, интересно, что... Давай вот несколько ходов пропустим. Ну, вот интересно, а это надо конем бить на C5, не БЦ? Вы знаете, дело в том, что этот вопрос надо было решать вот здесь, чем я буду бить. Потому что вообще, если я собиралась бить пешкой, наверное, надо было играть ладяев D8. Я так подозреваю, может быть, этот ход был посильнее. Вот. И, в принципе, висячки пешки более интересные, наверное, здесь. То есть, может быть, ладя C8 был не лучший ход. А после того, как я пошла от D8, ход, конечно, D7, это был абсолютно естественный. Но дело в том, что, мне кажется, немножко подзевнуло. Я, конечно, конь C5 собралась ходить. Но я потом... Мне казалось, что конь B5 очень сильный. Вот. И я не нашла, как бы, нормального возражения на этот ход. Потому что, вот я так поняла, конь D3, ферз D3, он как-то мало дает. Я этим слоном не могу отступить, потому что у меня слона А3. Неприятно. То есть, я думала, я буду, может быть, конечно, как-то слона А6 играть. Но, мне кажется, это не совсем то, что я собиралась делать. Ну, вообще, и пешку можно съесть. Хотя, тут слона А6. Слон А6 и ферз D5. А, нет, значит, так вообще нельзя играть. Я просто сейчас, как бы, не очень хорошо вижу с этой стороны. Да. Ну, значит, получается, именно это, может быть, мне, как бы, не нравилось. Я не совсем понимала тогда, что мне здесь вообще делать. Ну, давай конь B5 вернись. Раз ты опасалась, вот смотри, после конь C5 ты вместо слона F5 конь B5, да? Да, я к вам B5 опасалась такой ход, вот. И я, честно говоря, так и не поняла, что мне на него делать. А если сразу слону B8? Не нервничать. Ну, не нервничать. Нет, можно не нервничать, просто в любом случае. А за что я, как бы, получила, вот, скажем так, эту пешку, мне с ним понятно. То есть я там рассчитывала, что малый там что будет, потому что даже вот, если конь сюда идет. А, стоп, сейчас ход белых. Ход белых. Ну, белые, допустим, куда-нибудь, не знаю, ферзем могут отойти. Ну, на E4, может, поставишь, я не знаю. Ну, на E4, да, но тем не менее, все равно, как-то тут D4. Ну, изолятор, да, конечно, да, противные позиции. А, ну, плюс тут, опять же, всегда вот эта штука. А, слона 3 всегда, да, слона 3, да. Вот, очень неприятная. Поэтому здесь вот, конечно, были у меня определенные проблемы с этим всем. Ну, ладно, значит, это проанализируем на досуге. Покажи дальше, что было, потому что там было такое интересное, по сравнению с чем, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это все. Вот, ладья C8, но здесь последовался раз ход с лунной в 5, тоже быстро, вали достаточно быстро регал, но на это я конь E6 собиралась ходить. В общем-то, так, здесь... Ферз D3, да? А, ферз D3. Ну, я думала, что, может быть, еще вообще конь D4, может, как-то пытаться подкрутить. А какие голоса-то? Хорошо, ладно, ферз D3. Ну, естественно, здесь уже пошла же 6. Угу. Вот, и здесь пошли, конечно, подкрутки. Но что делать, то есть это надо было терпеть просто, да. Ну, на слуге E6 ты пешкой собиралась быть? Конечно, я собиралась быть пешкой. Мне кажется, эта позиция, на самом деле, не такая была понятная. Да нет, отличная учебная позиция, я считаю. Владьяна и Косим скрываются. Ну, дело в том, что, опять же, вот проблема вот везде вот этого всего. То есть, например, так, и, допустим, А4 защитила. Ну, с другой стороны... Ну, E5, а почему? Подожди, зачем скромничать? E5. Вот я тоже так думала, что я пойду E5. Конечно, конечно, в борьбу, в борьбу. Ну, в общем, ну, как бы, в принципе, да, я считала, что у меня нормальная абсолютно позиция. Она сложная, но, по сути дела, белые так разыграли дебют, что, мне кажется, вот на перевес прям такой они не претендовали. То есть, перевес надо в основных вариантах искать, а не в ходе на RB3. Ну, то есть, вроде бы, ну, сложная игра. Нет, ну, это ты слишком уж далеко возвращаешься. Давай, ближе к этому, да. Ну, хорошо, да. В общем, здесь у меня... Последовала конь B5. Давай, вот щелкнем конь B5. Да, конь B5. Естественно, здесь пошла слуна А6. Но E4 ход жуткий, честно говоря. Да, вот E4, нет, я этот ход, конечно, видела, но я его всерьез не воспринимала. Я думала, что можно дальше пытаться подкрутить конь FD4. Как говорится, скромно и со вкусом. Жеф, пока конь F5 вроде бы ничего нету. Вот, я пыталась понять, как здесь ходить. Ну, такой ход слун E5, конечно, тоже был. Но с другой стороны, здесь как-то конь C6, ладья C6. Не знаю, слун E5. Конь C5, да? А, ну, правда, здесь я уже GF бью. Жеф, ферц F5 и конь G7. И вроде бы все так неожиданно странно держится. Вот, то есть, как бы, были такие моменты. Но, опять же, конечно, не факт, что там нужно ходить, допустим, конь C6. Вот, можно было... Ну, может, что-то еще как бы... Ну, понятно, но белые не обязаны жертвовать, на самом деле. Они вообще не обязаны жертвовать, конечно, не обязаны. Я думаю, что Валентина, вот если бы она остановилась в какой-то момент, могла бы получить где-то хорошую позицию. Но вот ход E4, это понятно, что оно совсем не... Ну, вот я смотрю вот эти ходы, да. Вот дай тебе вот здесь вот место E4. Вот, например, мне интересно, а что бы ты делала, если бы... А, вот я считала, что это ход самый сильный, честно говоря. Просто на H5 уже бьем на E6. Да, да, я согласна. Нет, H5 я не буду ходить, у меня тут и так рыхловато. Ну, конечно. И вот я как бы думала, что вот даже сейчас уже не помню, на чем я остановилась. В принципе, я считала, что можно не обязательно сразу этого слона бить, потому что от меня никуда не денется. Но вот, ну, может быть, еще какой-нибудь ход сделала. Я сейчас, честно говоря, уже даже не помню, чего я думала. Ну, конь G4 мне казалось сразу, что да, это уже не так понятно, потому что... Пешком D5 падает, да. Какие-то такие проблемы. Конечно, можно там тоже пытаться типа D4, но правда это не совсем понятно куда. Под миллион боев, да, ну, вряд ли. Ну, это, наверное, да, не туда еще. Ну, может, ладья C5 где-то включить, чтобы на D5 пешка не висела? Ну, трудно сказать. Ну, там А4, потом под слон А3. Нет, ну, просто можно сразу не бить. Я, честно скажу, я даже не помню, что я собиралась. Может быть, это и ладьё куда-то можно пока отчалить. Марин, ну, и не обязательно все... А, может быть, пока слон Б8, например, может быть, куда-то им отойти. Да, потому что слон А3 уже нет. Потому что вот я думала, например, что-то подобное, допустим, ферзь бьет А3, и тоже пыталась понять везде, что это такое. Но я считала, что здесь у меня, может быть, вполне все сложится не так плохо. Ну, никаких угроз у белых нет. Да, потому что... Ну, да, пока вроде бы все стоит. Здесь даже Эш-5 можно попробовать, чтобы на Эш-6 размину осуществить, то, чтобы Эш-5 укрепить. А, да, Эш-5 конкретно, он должен, слон Б8, Е6 же меньше, и все. Конечно, конечно. Вот эта позиция, да, более-менее. Ну, эти кольца у тебя, я думаю, что вообще... Ну, плюс слон, тут, ну, уже без ферзей-то все не так страшно. Поэтому, да, вот слон Ж-4, я считаю, был сильнейший ход. И, в принципе, может, вот единственное, что я не стала торопиться с этими взятиями. Хорошо, давай посмотрим... Сейчас, подожди, да, и вот я... Мы с тобой много вариантов наваяли, мы сейчас их сбросим. Ну, после, конечно, жесткого, типичного гунинского хода Е4, глаза разбегались. Ну, на самом деле, у меня они не разбежались, потому что, честно говоря, тут просто бросается сразу ход Куниев-4. И я, конечно, пыталась долго понять, посчитать фигуры, но вроде получалось, что у меня везде ферзь где-то. Ну, как бы, у меня ферзь, а у нее там ладья и фигура. То есть там что-то фигура, как бы, явно была нехватка. Мне Коскут Куниев-4 просто зевнул, честно говоря. Ну, хорошо, а если бы она отступила не на Е3, а на Д2? У меня к тебе вот один вопрос остается. Ну, ясно, да, но мне казалось, что все равно вроде бы Слон Б5 забиваю. Слон Б5, Е5, давай дальше. Слон Б5, Е5. Так, ну... Здесь просто нет размена на Е3, черные кони, вот как в твоем варианте, на Ж3 не внедряются. А, ну, в принципе, да. Да, я согласна. И вот что было бы в этой позиции, я, честно говоря, вот, да. Ну, в общем, это была борьба на три результата. На самом деле... Да, я согласна. Задумка у Валентина, на самом деле, очень талантливая. А, правда, минуту, а тут Куниев-4. Минуту-минуту, Куниев-4 же ход есть. Так, Ферз-Д2, да? Ферз-Д2. Да-да-да, Ферз-Д2. Нет, по-моему, тут Куниев-4. А-а-а. О, Куниев-4 я собиралась. Нет, стоп. Слон Е4. А, Слон Б5, вот, наверное, вот так. Вот, это, кстати, отлично. Вот это более-менее нормальный для меня вариант был. Да, вот согласен. Потому что на Ф1 висит и Слон висит. Ну, ладей Е1 отступил, на товарах, тут Куниев-2 шахи какие-то. Ну, там на Е4 же можно? Ах, нет, ФЕ, да, я ДЕ. В случае размена Ферзей на Ф3 висит. Вот, вот это конкретно, Куни-Куни-Е4 был хороший ход. Ну, тут ты права, ты согласен. Здесь я как бы не знаю. Ну, мне кажется, в Куниев-4 ход, конечно, ну, я еще понимала, что надо играть все-таки побыстрее и верить, как бы, в свою звезду. Да-да-да-да. Нет, ну, в цветной смолении вообще нельзя забираться. Да, нельзя, нельзя. Тем более, что я и так 25 минут в дебюте потеряла на ход, да, расчет в ход Е4. Конечно, конечно. Расход времени точно не нужно. Надо было уже, ну, ускоряться. Тем более, у меня Полина Шувалова, в принципе, первую партию, мне кажется, на этом, в том числе, обыграла, что слишком много времени пропалило. Ну, молодец. Так поступать нельзя. Хорошо, давай дальше. Были сложные моменты? Ну, дальше, ну, сложный момент, как, ну, Е5, естественно, ход был. Единственное, здесь тоже немножко подземнуло, на самом деле. Может, сразу на Е2 надо было дать шах? А я не знаю, трудно сказать. Дело в том, что там Ферс-А6 какой-то ход был. Я вот тоже не совсем понимала. Ферс-А6 и там Конь-Ж5 потом. А вот Ферс-А6 узнает, что там. А, вот так вот. Там просто, не знаю, там Конь-Ж5 еще какой-то ход грозит, очень неприятный. И понять, нет, правда, конкретно, нет, здесь Конь-Ж3, то есть мы не туда отступили. Надо отступать, конечно же, Король-Аш-2, на самом деле. Давай, посмотрим. Вот, и здесь на Конь-Ж5, например, пытаться как-то вот так ходить. И здесь какая-то угроза Конь-Ж5. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну, честно, теоретически, по идее, у Чорных не должно быть, как бы, должно быть лучше. Но вопрос, как бы, найдешь, ты это лучше или нет. Вот в этом вся проблема. То есть можно там сделать неудачный ход и растерять перевес. Я понимаю, чего ты испугалась. Хотя Слон-Б8 отступили, никаких угроз лишних не вижу, на самом деле. Но это уже ладно. А, ну там Конь-Ж5 какой-то неприятный. Слон-Е5, Ф6. А, ну, в принципе... Или Ферс на Ж7 возвращается. Ну, ладно, Марина, это детали. Самое главное то, что ты видел и чего ты боялась. Это, в принципе, информация для зрителей. Потому что, например, почему игрок принял то или иное решение, со стороны же невозможно понять. Ну, ты сейчас объяснила, да, почему именно сразу. Хорошо, давай дальше, вот когда... Ну, давай по основному тексту, давай идем сюда. Ага. Ну, да, я такой ход сделала. Это как раз в плане защиты от Слон. Чтобы сократить ее возможности. А после этого, да, я не с ним понимаю вообще, что делать. Тут, похоже, и надо. А как? Следующий ход просто Слон-С-5, если не бить. Вот, плюс тут все это висит на Сон-С-8, понят, на Сон-С-5. То есть, наверное, здесь... Ну, тут вопрос только как бы как проще. Но я решила, что пусть король на Аш-2 стоит. Хотя на Ф-2 я не уверена, что он лучше бы стоял. Потому что опять же ладья Ц-2. То есть я решила... Конь Е-2, да. Сразу дать шаг. Правильно, очень технично. Молодец. Все правильно. Нет, все правильно абсолютно делаешь. Все-таки взяли, взяли. И Ж-Ф. Так, ну, да. Немножко что-то потеряла время на какой-то ход конь Аш-Ж-3. Но потом что-то поняла, что я что-то не то совсем считаю. Конечно, надо фигуру забирать. Ну. Так. Конь Аш-4. Конь Аш-4. Ну, не знаю. Может быть, может быть, сразу как-то ладья Д-5 пытаться. Бухов знает. Ну, ладья Д-5 имела какой-то смысл. Если Слон уходит на С-6, во всяком случае, черных ладьян на С-2 не проникает. Да. Ну, ладья Д-5, наверное, может, последний был шанс. А, может быть, еще, может быть, ладья F-2 стоила включить где-то ход, чтобы... Ну, просто после этого хода, вот, ладья С-2 я еще как-то завела. Правильно. Очень грамотно, конечно. Тут, не знаю, тут, в принципе, принципиально было Слон Е-5, но, правда, здесь F-6 какой-то ход. Ладья Д-5. Ну, в общем, как-то тут не крути, а все получается, что как-то круто... Слон С-6, слон С-6. А, без фигуры. Да, конечно. Как-то без фигуры. Тут даже без ладьи и без сего вообще остается белый. А, да, кстати. Ну, чисто уже, скорее, страх, неожиданно опять что-нибудь зевнуть, потерять весь свой перевес и начинать уже сначала. Ну, да. Подожди, это первая победа над Гуниной? Нет. Ну, что? Ну, совсем плохого обо мне мнения. Нет, ты сказала, что счет катастрофический. Я же не знаю, если бы сыграли 100 партий. Нет. Ну, что вы, это как бы не первая победа. Конечно, у нас, наверное, плохой. Но дело в том, что у меня были победы, особенно последние пару лет, там, Блиц, именно вот в такой игре. Поэтому, как бы, я просто поняла, что... Хорошо, а в серьезных? В серьезных. Ты побеждала ее? Нет, конечно, побеждала. Просто так вот... Ну, ладно. Раз побеждала, побеждала. Все, Марин, я просто... Не-не-не, побеждала, конечно. Ну, я просто находил повод тебя поздравить еще дополнительно. Да. Ну, в любом случае, ты молодец. Спасибо, я очень волновалась. Давай мы не будем концовку смотреть, там, ну, совсем уже, совсем безнадежно для белых. Ну, да. Единственное, в концовке, то есть, на высшей лиге я получила какую-то полную трубу, и меня там, мне некуда было ходить, у меня просто перекаты, то есть, я понимала уже ходов за 10 или за 15, что партия закончится так. Вот. Ну, вот в этот раз получилась такая позиция наоборот. То есть, я очень, конечно, рада, очень сильно волновалась. Ну, ничего, нормально. Все хорошо, что хорошо, кончается. Кстати, тот шахматист, который не волнуется, это значит уже мертвый шахматист. Если шахматист волнуется, это значит хорошо. Вот нервную систему ни в коем случае нельзя отключать. Роботы, пусть играют с роботом, а мы люди и должны волноваться. Это совершенно нормально. А последний вопрос, Марина, политическая деятельность не мешает занятию шахматой? Ну, как вам сказать? Время остается, я так просто... Ну, на самом деле, то есть, у меня работа... Ну, у меня вот сейчас турнир закончится, будет, мне кажется, 4 месяца, и я вот основательно займусь всей своей деятельностью. Но так, в принципе, особо не мешает, на самом деле, раньше ее так особо не было, но и тоже не сказать, что были блестящие результаты. Вот, поэтому... А, может быть, наоборот, да? Может быть, наоборот? Ну, тут надо, чтобы все как бы сошлось, как бы, и на личном фронте все было хорошо, и в политической деятельности, и в шахматы. Тогда хочется в шахматы играть, и как бы все хорошо. Если тебя болеют, поддерживают. Отлично. Давайте поддерживать Марину Гусеву и вперед. Фрязина, да? Фрязина, Фрязина. Фрязина, КПРФ. Вперед. Все, все, все. Нет, Марин, мы именно за тебя болеем. Марина, вперед, и Фрязина, вперед. Всем фрязинцам передаем привет в прямом эфире. Все, спасибо. Все хорошо, спасибо. И успеха так держать. Все, спасибо. 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok